на канал за гет поступил такой вопрос как бороться с паническими атаками но действительно так называем панические атаки состояние сильного страха сопровождающиеся разными такими физическими проявлениями как сердцебиение головокружение потливость и все это ощущается в виде вот такого яркого приступа поэтому называется атака и что с этим делать вообще чего это бывает и как с этим бороться ну надо сказать что панические атаки бывают в рамках в том числе и разных душевных заболеваний и в таком случае требуется лечение все же панические атаки бывают как некие временное состояние у людей которые не нуждаются психиатрической помощи которые имеют тревожным ничьего характера которые расположены к страху к панике которые легко начинают всего бояться и о чем это говорит но видите всякие страхования всякие тревоги излишней тревоги всегда говорит об одном и том же что нам не хватает веры и хватает веры не хватает опоры веры это как некое твердое основание жизни человека когда чек верит что является не просто некой такой философии как это является опытом бога общения тогда общаясь с богом он видит как благ господь он начинает доверять его ему потому что если господь благ если господь есть любовь то как же можно не доверять ему значит все что он делает это делается по любви и даже какие-то трудные вещи неожиданные скорбные вещи тоже бывают по любви по любви божией и когда мы доверяем то ну бывает что врач назначает какие горькие лекарства иногда приходится что-то вырезать вот так и господь тоже иногда что горько нам попускает иногда что-то совсем скорбное что-то вырезается из нашей жизни лишние ненужное но это делается врачом этого делается любящим богом делать для нашего спасения итак первое о чем хочется сказать при борьбе с по низкими атаками это необходимость укрепления в вере как верю крепится есть очень простой способ универсальный который всегда действует эта молитва молитва на всегда при наших устах она стоит при нас для этого не надо никуда ехать ничего такого особенного делать ничего специально наизусть учить а просто искренне обратиться к богу от всей души от всего сердца и попросить у него мира попросить у него тишины сердечный попросить у него крепости попросить у него веры попросить ему его как просил один евангельский персонаж отец больного ребенка верой господи помоги моему неверию всякая молитва богу бывает услышана не бывает молитвы обращенных богу чтобы господь и не услышал просто не бывает по определению и не надо сомневаться что господь не исполнит нашу молитву он точно исполнится если мы просим веры надо точно знать что обязательно господь откликнется обязательно потому что в этом есть воля божия если мы что-то просим по воле божией это бывает так как мы просим далее что еще помогает при панических атаках при тревогах при страхованиях помогает конечно любовь любовь к богу любовь к людям все написание читаем совершенно любовь изгоняет страх по слову апостол евангелисты и она богослова и чем мы совершение в любви тем и меньше боимся если мы боимся если мы тревогу часто значит можно судить о том что нам не хватает любви если мы преодолеваем страх успокаиваемся значит мы больше любим поэтому чем больше любишь тем меньше боишься те спокойнее становишься чем больше богу доверяешь тем меньше у тебя будет страхование и меньше бывает всяких паник чем больше думаешь не земном и небесном тем легче преодолевать земные искушения и земные скорби даже страх смерти преодолевается верой в бессмертие так можно преодолеть самый главный самый глубинный страх и так постепенно совершенствовать вере и в любви мы преодолеем всякие панические атаки все к ненужную тревогу и приобретем благодатный покой в сердце внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео